Всем привет! Вы на канале Далекое Близко. Это наше первое видео серии путешествия на машине в Турцию. Все актуальные цены, важная информация, а также нюансы. Начнем по порядку. Наше путешествие началось еще на карантине, где у нас было достаточно времени, чтобы продумать маршруты. Мы выбрали побережье от Мармариса до Алании, просчитали расстояние с помощью гугл-карты, просчитали приблизительную стоимость бензина. Также мы рассматривали нашу поездку по суше, но все-таки остановились на пароме, так как с нынешней ситуацией по ковиду на данный момент Румыния пропускает только транзитом. И есть нюансы по пунктам пропуска, не везде можно проехать, только через определенные пункты. Также мы переживали, хватит нам времени из-за ПЦР, так как ПЦР в каждой стране ограниченное время, 72 часа, 48 часов. Мы едем с детьми, поэтому мы решили, что наша поездка начнется с парома, который отходит с порта Ильичевского. Вот, и решение было принято купить билеты. Так, мы уже выехали из дому, заехали в смарт-лаб, сдали антиген. Слава Богу, у нас у всех негативный. Мы едем в сторону Рыб-порта, чтобы попасть на паром. По дороге, конечно, мы заедем купить Макдональдс, потому что, да, надо было ничего не есть, не пить. Вот, мы бодры, веселы, уже немножко понервничали. Но впереди у нас прекрасное путешествие, едем с нами. Билеты мы покупали через компанию «Укрфери». Всю информацию о пересечении границ, правила пересечения и транзита разных стран мы брали на сайте Министерства иностранных дел Украины. Ссылочка будет в описании. Там доступно описывается каждая страна и правила пересечения границ. На тот момент, когда мы покупали билеты на паром, в Турцию были отменены ПЦР. Это было тоже одним из факторов приятным. Но мы купили билеты и буквально через два дня узнали, что их опять возобновили. Поэтому мониторить нужно регулярно. Постоянно, даже если вы уже купили билеты, не значит, что надо расслабиться. Нужно постоянно все перепроверять. Также буквально за неделю до 10 дней у нас оставалось до выезда. Мы выяснили случайно, что у наших детей осталось до окончания загранпаспорта меньше 6 месяцев. Это тоже есть ограничением для пересечения границы. Поэтому нам в срочном порядке пришлось менять детям паспорта. Вот такие нюансы путешествий. Поэтому нужно быть очень внимательными и действительно проверять все вот эти факты. Но так как мы уже купили билеты, собрались, мы выехали 11 числа. И накануне утром мы делали не ПЦР, мы делали антиген. В этот же день мы в обед сдали в смарт-лабе эти антигены. И уже с ними нас пустили на паром. Ожидание парома, конечно, нашего... Такое, скажем себе, впечатление отхода. Конечно, наши дороги приятные. И все. Вот. В целом нам пришлось ждать на посадку аж до вечера. Пустили на паром нас... Была регистрация у нас на 4 часа. А пустили на паром нас уже, наверное, в начале 9-го. И вышли из порта мы где-то в полдвенадцатого. Вот. Ну, сейчас мы наслаждаемся первым днем нашего путешествия. Мы уже на пароме. Вот. Несмотря на то, что мы долго ждали заселения на паром, в целом паром нам очень нравится. Это большое судно с красивыми широкими палубами. Здесь очень вкусное трехразовое питание. Мы заселились, вот я говорила, в полдевятого. В 9 часов нас позвали на ужин. Все очень вкусно. Детям очень нравится. У нас хорошая каюта, широкая. Там есть стол. Там есть большой иллюминатор, который открывается утром. Мы встречали рассвет буквально в своей каюте. Очень приветливый персонал. Еда очень вкусная. Трехразовая, я уже говорила. Вот. Ну, в целом сам паром и погода нас радует. Хорошая штиль. Дельфины сопровождают периодически наше судно. Очень много детей едет с нами на пароме. Поэтому даже им тут есть где побегать. Кстати, на паром пускают даже с собаками. Здесь есть семья с собакой. Спокойно ее выгуливают на верхней палубе. В общем, в целом паром и первый день путешествия на нем просто шикарный. Это наша таблица расчета путешествия. На антиген мы потратили на четверых человек 2,640. Также мы приобрели страховку на здоровье, зеленую карту на автомобиль. Также расчет продуктов в поездку и далее по списку нашего путешествия. Билеты мы приобретали на сайте Укрферри. Сайт будет в описании. Там подробная информация, телефоны, а также стоимость билетов будет указана. Дальше мы можем посмотреть, как мы провели этот день на пароме. Дополнительно к обычной дорожной аптечке упаковываем лекарства. Это, конечно же, градусник, лекарства от головной боли, температуры, желудка, для сердца и, конечно, конфетки от укачивания, так как мы будем идти по ромам. Также берем с собой средства от загара и от комаров. Кружляем, не знаю, правильно мы идем или нет, какие-то тропы, дороги, опаздываем на паром. Сестра. Что-то парома здесь не видно. А вы, девочки, смеются. Итак, мы уже на судне. Настя открывает. Вова. Пустите, я первая. Я первая. Ух ты, заходим. Где шалочка у нас есть? Туалет. Душ. Так, а свет где тут включается, дальше я не вижу. Включите мне свет. О, свет. Наша каюта. Двухъярусные апартаменты. О, здесь прохладненько, хорошо. И самое главное, вид из окна, папа. О, еще есть иллюминатор открывающийся. У нас тут драпич, спасатель ныти. Ну, что-то будет видно. Нас уже заселили на паром. Сегодня очень красивый закат. Сегодня был дождь в Одессе. Но мы отходим в прекрасный тихий вечер с красивым закатом. Боже, вообще такой штиль, портокласс. Так, мы на самой верхней палубе, чтобы вы понимали, высота. О, боже. Десять этажей. Да, наконец-то мы отходим. Час восемнадцать. Мы только отходим от причала. Таинственный остров. Так красиво, а жалко на камеру не видно. А мы тут не одни. Куча детей вышла еще тоже провожать Одессу. Куча детей вышла. Вот из порта вообще бомба. Как будто в земле побогачиваешься, и ты сюда. Как, Настена, красиво выходим из порта? Тут плена. А? Ребята, все живое. Тут плена, только все живое. Надо собирать. А, да. Нас буксирует. А, это буксир нас поворачивает. Круто. А да? А в другой стороне такой же? Не, он пока в эту сторону нас поворачивает. А, у Скрика? Ну, он вот, у него мотор, видишь, и он нас упирается и толкает. Видишь нас? А потом он бежит, нас не толкает? Да, а потом он отъедет, видишь, уже от швартовой. Сейчас у нас, видишь, прижимается и толкает нас. Да. А еще у него шины, чтобы не порезать. Все, он отходит. Видишь, он нас оттолкнул и уходит. Да. Все. Пока. Добрый путь. Добрый путь. Пока-пока. Спасибо. Наше первое утро? Первое. Оно одно будет сегодня. А, можно, наверное, петлечку кровать. Смотри, дураки. Смотри, дураки. Это была сигнализация, чтобы Настя не упала ночью. Ах, какой вид из окна. Наше ложе. Тебе есть тень похлопит. Тень похлопит. Скажи, какое твое самое яркое впечатление за эти сутки? На самом деле, самое яркое впечатление, ну или хотя бы одно из самых ярких, это был закат. И выезд, естественно, из нашего порта из Украины. Закат, он в целом красивый. Вот сейчас скоро будет новый закат уже на воде. Тот был на горизонте с Украиной. А выезд, ну, естественно, это первый раз на паром, первый раз на воде, естественно, это эмоции, когда ты выезжаешь, на самом деле. А в пути все одинаково, корабль не трясет, чувство, как будто ты в таком мини-отеле, как живешь. Ходишь, кушаешь и просто, если не смотреть в иллюминатор, не видно, что ты в море. Ну, ты провел уже здесь ночь, как тебе спалось? Выспался ли ты? Ну, спалось классно, кровати удобные. Насчет выспался не очень, потому что мы легли поздно, выехали поздно, хотелось увидеть выезд, так сказать. Ну, и встали мы, ну, посредственно рано, потому что позвали всех на завтрак, ну, надо было вставать всем, а уже после днем спать не очень-то и хотелось. Единственное, что не понравилась эта подушка, ну, для меня, потому что она была чересчур мягкая, мне такие не очень нравятся. Настяна, расскажи свои впечатления на пароме. Ну, мне их несколько. Первое, это когда мы отъезжали, были чувства, были такие странные. Второе, это закат, он был очень красивый, еще в воде отражался, я там видела разные цвета облаков. А третье, это когда дельфины за нами гнались, их было много, они стояли, и они прыгали. Очень красиво и прикольно. А ты с кем-то познакомилась на пароме? Да, с девочкой. Да? Ну, тебе понравилось? Ну, тут довольно много детей. А мне, да, мне очень понравилось. А как тебе спалось? Ну, спалось, как в поезде. Ну, тоже немножко трясло, чуть-чуть. Ну, как в поезде. Крясно. Может, подъезжаем к Турции? А именно к борту Караса. Который вы, собственно, можете видеть. Яркие огни города, на котором находится этот борт. Смотрите в следующей серии продолжение. Смотрите в следующей серии.